Непобедимая Англия со своими непобедимыми вооруженными силами продолжает радовать поклонников Грейт-Бриттен чудными открытиями и той самой западной эффективностью, про которую так много лет нам всем рассказывал уважаемый Алексей Кудрин. Так, если вы не знали число военнослужащих в армии проклятого острова стремиться к величинам, которые были, тадам, еще при Наполеоне. То есть во времена, когда не то, что смузи со вкусом смузи не было или коротких носочков для мужчин, но даже еще интернета не существовало. А между тем, еще сюрприз. Именно согласно современной стратегии Лондона в 21 веке, дескать, серьезным странам серьезной армии не нужны танки, поэтому их толком у Британии и нет, а также, мол, победы будут одерживать хакеры и авиации. Не спрашивайте, что нужно было употреблять, чтобы подобное придумать, но факт остается фактом. Как результат, армия никогда могущественной империи стремительно скукоживается. Хотя каждый четвертый солдатик, это тоже прелесть, страдает, что не может в штаны полустолу влезть, явно от хорошей жизни. А с техникой у ребят с берегов Темзы вообще потеря потерь, как говорится. Ибо вот на днях Лондон пустил слух, что подарит, сами знаете, кому аж целых 12 танков. Челленджер-2, от которых Москва должна была бы забиться в нору и не отсвечивать. А также речь шла о передаче, а действительно, чего мелочиться, когда демократия в опасности военных вертолетов Апач. Правда, тут уже опухли в местном Министерстве обороны и выступили с заявлением цитата. Статья в газете The Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Апач, неверна. Из веселого, то самое, крайне профессиональное издание написало, что те самые Апачи, вооруженные ракетами Hellfire, способны уконтропупить 60 танков противника в считанные секунды. В общем, Железный Человек отдыхает. Хотя еще больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Друзья, скоро уже год, как мы работаем для вас без полноценной монетизации, ведь она отключена для России. Поэтому ваша помощь крайне важна, и даже 50 рублей, когда вас много, позволяют нам, напомним, каждый день радовать вас новостями. Кстати, для неравнодушных граждан из других государств, теперь доступна опция спонсорства. Надо просто нажать нужную кнопочку, ее вы увидите на экране, а номер карты есть в описании к этому ролику. Заранее вам огромное спасибо, вы не бросили нас в 2022 году, не бросайте и теперь. Вместе победим! Итак, Лондон так наказывает Кремль, что не в состоянии обновлять свою же авиацию для своего же новейшего авианосца. Как результат, приходится закупать у штатов дикодорогие истребители самого пятого поколения F-35, а тот самый большой корабль и гордость короны постоянно протекает и из ремонтов не вылазит. Все как в том анекдоте. Хотите разорить небогатую страну, подарите ей авианосец. Однако, если бы все было так просто, проблемы принца Уэльского вообще во многом символизируют общее положение дел у королевских ВМС. Так, для понимания, вспоминайте, что в 21 веке хакеры всех будут побеждать. В 2010 году у Британии имелись в наличии 23 эсминцы и фрегата, а вот к следующему году их останется только 17. Правда, да, в будущем, когда-нибудь, планируется построить еще 5 фрегатов. Однако, сроки их введения в строй из-за технических проблем и недофинансирования сдвигаются уже на конец 2020-х годов, а то и вовсе вплоть до середины 30-х. Единственное, еще и общие расходы Британии на оборонку сохранятся на уровне около 48 миллиардов фунтов, минимум до 2024 года. И сильно просядут с учетом инфляции. Это меньше, чем нынешние траты Лондона на обслуживание своего долга. Но, впрочем, если вы мирные люди и кругом друзья, зачем вам армия? Нас же так учили, и это точно не конец истории.